Здравствуйте! В предыдущем видео мы разделили эти три куска мыла на две равные группы. Мы разрезали эти куски мыла пополам и получили 3 половины, или 3 вторых, куска мыла. Давайте разберемся, что представляет собой дробь 3 вторых. Помните, что 3 вторых – это 3 разделить на 2. 3 разделить на 2 можно представить как 3 вторых. Или же 3 вторых можно представить как 3 разделить на 2. Для более глубокого понимания того, что представляет собой эта дробь, давайте отметим значение этой дроби на координатной прямой. Нарисую координатную прямую. Пусть здесь будет 0. Рисую прямую. Стараюсь рисовать как можно ровнее. Пусть здесь будет 1. Эта 1 представляет собой один кусок мыла из нашего примера. Здесь будет половина кускам. Здесь 1 целая 1 вторая. И здесь будет 2, что соответствует двум кускам мыла. У нас дробь 3 вторых. 3 вторых – это то же самое, что и 3 умножить на 1 второй. Так как одно деление на этой числовой прямой соответствует 1 второй, то нам нужно переместиться на 3 деления вправо, чтобы отложить значение 3 вторых. Давайте сделаем это. 1 вторая. 2 вторых. Мы помним, что 2 вторых – это то же самое, что и 1. И 3 вторых. Значение 3 вторых находится вот здесь. Это 3 вторых. И мы видим, что 3 вторых – это ничто иное, как 1 целая и 1 вторая. Мы разобрались, что 3 вторых – это 3 разделить на 2. И если мы 3 разделим на 2, то получим… В 3 двойка содержится 1 раз. И что у нас останется? У нас останется 1 вторая. 3 вторых – это то же самое, что и 1 целая 1 вторая. Мы убедились в этом с помощью координатной прямой. Нужно это представить как 1 целую 1 вторую куска мыла или на координатной прямой. Это половина расстояния между значениями 1 и 2. На этом все. До скорых встреч!